Добрый вечер. Надеюсь, что вы еще не устали, потому что сейчас уже практически конец нашей программы. Но сегодня я буду говорить о бренче, о том, каким образом вы можете превратить свое приложение в драйвер роста и развития компании. Итак, кто же я такой? Я присоединился к метрике бренч где-то год назад, и до этого я работал в качестве продукт-менеджера для мобильных приложений, разрабатывал сотни приложений для андроида и iOS, я знаю, как они работают, я знаю, как разрабатывать их, а теперь с помощью бренч я помогаю стартапам развивать свои мобильные продукты. Итак, давайте поговорим с вами о бренч. Кто-нибудь когда-нибудь слышал о бренч-метрике? Ну, неплохо. Еще один вопрос. Кто-нибудь сегодня щелкал на ссылку бренч? Ага, руки тоже есть, интересно. Вы знаете. Потому что с статистической точки зрения, сегодня даже многие из вас не знают об этой компании, но как минимум одна треть из всех вас перешли по ссылке бренч, потому что мы занимаем достаточно лидирующие позиции. Я с вами поговорю о том, как была основана эта компания. В июне 2014 году четыре основателя работали вместе, и когда они запустили данное приложение, они обнаружили, что приложение не развивается, потому что новые пользователи не присоединялись, не загружались. Таким образом, они решили развить инфраструктуру глубоких ссылок, и именно тогда бренч стал существовать. У нас сейчас 95 сотрудников, 60% из них инженеров, и сейчас 20 тысяч приложений используют бренч для диплинков. И в настоящий момент данное приложение установлено более чем на 3,2 миллиарда устройств. Это мобильная конференция. Поэтому сейчас я не буду рассказывать вам о том, как мобильные технологии развиваются, как мобильная платформа растет. Это важно. Она просто потрясающе, невероятно большая. И развивается и дальше. Когда я говорю о мобильных решениях, я не говорю о вебе или просто о предложении. Когда посмотрите на статистику, вы видите, что люди пользуются свои приложениями в 6 раз больше, чем, например, веб-интерфейс. Таким образом, мы как раз и провоцируем рост развития популярности нашего приложения на основании данных технологий. Таким образом, мы получаем гораздо более эффективное развитие. Поэтому сейчас приложения и являются драйвером нашего современного мира. Мобильный линкинг нарушен. На десктопе все очень просто. Когда щелкаете, все работает. И также вы можете сохранить атрибуции, можете сохранить определенные данные, можете проверить своего пользователя. И это стандартный подход, который работает во всей сети. Потому что, вы знаете, все платформы используют свои собственные решения. В 2015 году Apple запускает универсальные линки, чтобы люди могли использовать дип-линки в своих приложениях. Но это немножко эгостичные, потому что они использовали только в iOS и в Safari. После этого Chrome реализовал свое решение, другие производители свои решения. И теперь практически у каждого производителя. Предлагают разные решения. Сейчас у нас более 6000 различных решений. И практически невозможно разработать решения под все эти ситуации и возможности использования. Но, к счастью, BranchLinks решает эту проблему с мобильными линками. И мы работаем с 6000 различными примерами использования. И когда вы нажимаете на переход или переходите по какому-то линку, то вы всегда получаете ожидаемый результат. Таким образом, используют Jet, Tinder, Pinterest, Mansfet. Все используют ссылки Branch для того, чтобы добиться роста своей компании. Как я уже говорил, достаточно сложно использовать мобильные приложения. Нативные приложения, они как защита, которая ограждают пользователей от ненадлежащего программного обеспечения. Как же мы решили проблему? Мы создаем диплинки, которые являются универсальными. И они работают на всех каналах. Например, электронный маркетинг, социальная реклама в социальных сетях, шеринг контента. Ну, использование диплинков значительно повышает темпы роста. Большинство наших партнеров, которые используют диплинки, они отмечают заметное увеличение числа загрузок. Также мы рассматриваем увеличение количества активированных пользователей. Пользователь начинает больше и чаще делиться контентом и также выказывает большее удовольствие интерфейсам и своим опытом. А теперь, когда мы посмотрим на следующих партнеров, мы видим, что они увеличивают количество подписей на их каналы на 180%. Пользователи вовлекаются в их деятельность более чем в два раза больше. Уровень удержания клиентов возрастает на 190%. А теперь позвольте мне показать вам следующее. Допустим, у вас великолепная идея. Вы начинаете работать на своем приложении. Вы тратите час, несколько часов или даже несколько недель для того, чтобы разработать интерфейс. Вы планируете будущее и после этого готовы запустить. Далее вы выкладываете свое приложение в App Store. Вы хотите выложить определенные скриншоты, описать видео, может быть, даже выложить. И заглоняете ключевые слова, которые пользователи будут находить достаточно оперативно. Но далее никто не скачивает ваше приложение. Почему? Потому что вопрос сложность с обнаружением сейчас как раз и составляет огромную проблему, так как каждый месяц 50 тысяч приложений запускается в App Store. Каким образом? Приложения дают предпочтение тем программам, которые производятся крупным компаниям. Таким образом, при условии большой конкуренции, вам необходимо сделать что-то по-другому. Поэтому ваша работа, она начинается не во время разработки приложения, а после его запуска. Потому что разработка – это достаточно просто. После запуска приложения начинается самое интересное. Но вы должны понимать, что мобильное приложение является инструментом роста. И сейчас я вам покажу несколько примеров, как это выполняет компания Brunch. Итак, как же выдержит весь цикл развития мобильного приложения? Мы считаем, что есть несколько важных этапов или шагов, когда приложение может стать вирусным. Все начинается с узнаваемости. Вы знаете, что вы можете использовать различные способы для того, чтобы пользователи нашли ваше приложение. Реклама, пресс-релизы, оптимизация. Или просто вы можете рассказывать о нем своим друзьям. После этого нужно, чтобы люди загрузили ваше приложение. После загрузки нужно, чтобы пользователи стали активными. И, исходя из последних статистических данных, более 50% загрузивших приложение больше даже его не открывают никогда. Поэтому вам нужно, чтобы ваши пользователи открыли и начали пользоваться приложением. Затем, собственно, нужно, чтобы они им поделились. После того, как пользователи стали активными, нужно, чтобы люди начали делиться этим приложением или его содержимым. Чтобы вы начали драйвить больше загрузок. И сейчас я вам покажу несколько примеров, как наши партнеры используют инструменты Brunch для того, чтобы увеличивать количество загрузок и удерживать своих пользователей. Благодаря глубинным ссылкам Brunch вы можете использовать веб-трафик для развития вашего мобильного приложения. То есть вы можете публиковать ваше приложение на веб-сайтах. Вот, например, приложение Bento. Это приложение, которое позволяет вам заказывать полезную еду. Они используют специальную функцию, которая позволяет вам самому себе отправить ссылку на скачку этого приложения. И с помощью этой функции они увеличили количество загрузок на 50%. Это очень интересная функция, которую вы можете воспользоваться прямо сейчас. И это будет работать абсолютно в любой стране мира. Я рекомендую вам воспользоваться ею. Еще один пример. Компания, приложение Jet. Это очень активно развивающаяся платформа и коммерции в США. И сейчас они активно работают над тем, чтобы увеличить количество загрузок. Они, по сути, используют те же баннеры, но немного по-другому. Они позволяют вам перейти с веб-сайта на релевантный контент в приложении. То есть, это вы повышаете тем самым экспириенс, и таким образом они также в три раза увеличили количество ежедневных загрузок своего приложения. Еще один интересный способ, как вы можете использовать наши ссылки, это найти партнеры. Примером таких партнерских отношений являются два очень популярных в Америке приложения, Инстакарт и Ямли. И благодаря такому симпиозу они смогли увеличить свои показатели. Обе компании имеют в виду. Ямли – это приложение для рецептов, а Инстакарт – это приложение для заказа еды. То есть, по сути, вы можете выбрать какие-то продукты для своего рецепта, затем скачать приложение Инстакарт, и в нем уже будут находиться те самые необходимые продукты для вашего рецепта. Таким образом, улучшается пользовательский опыт сразу в двух приложениях. И такие программы работают достаточно эффективно, и показатель удержания пользователей достиг 35% за одну неделю. Каждый десятый пользователь приложения Ямли заказывает продукты из приложения Инстакарт. Естественно, вы должны помнить, что это очень чувствительная тема. Вы не должны давить на ваших пользователей или на ваших партнеров. Вы должны помнить, что ваш партнер, он должен быть релевантным по отношению к вашей ключевой аудитории. Представьте, например, что у вас есть приложение для фотографии, и вы решаете наладить партнерство с компанией по печати фотографии. Возможно, это не сработает, потому что люди, которые пользуются вашим приложением, они не очень-то хотят печатать фотографии. Им хватает и цифровой копии. Большинство людей, которые пользуются такими приложениями, они обычно не очень часто печатают фотографии. Им достаточно того, что есть у них на экране. Поэтому такой пример партнерства неудачный. Во время предыдущего доклада мы говорили о метриках, о том, что влияет на количество загрузок. Вы должны обращать внимание на реальные метрики и на реальные загрузки. Когда вы убедили пользователя загрузить ваше приложение, вы должны сделать его активным, чтобы он пользовался вашим приложением. И делать это нужно непосредственно через само приложение. Сегодня вы можете использовать наши наработки для персонализированных приветствий или персонализированных приглашений. И приложение Hotel Tonight действительно активно пользуется этим инструментарием, поскольку они подталкивают людей приглашать своих друзей и также предлагают им небольшие вознаграждения за загрузку или использование приложения. То есть, по сути, ваш друг нажимает на ссылку и сразу получает подарок и также получает информацию, от какого друга пришло это приглашение. И, кстати, вам не нужно вводить никаких промокодов или еще что-то. Вы сразу попадаете на нужный экран с персонализированным приглашением и уже вставленным промокодом. Также вознаграждение сразу перечисляется на ваш счет, как только вы загрузите приложение, потому что все данные уже загружены в глубинную ссылку. Еще один пример это персонализированные общения. Например, у приложения BuzzFeed есть такая интересная вещь. Они позволяют делиться контентом, и вы можете видеть вашего друга внутри этого контента. Собственно, когда вы загружаете приложение, вы сразу понимаете, кто вам порекомендовал ту или иную информацию. Это очень хорошо с точки зрения повышения удобства и привлекательности вашего приложения. Итак, допустим, ваши пользователи загрузили приложение, вы предоставили некий персонализированный опыт. Теперь нужно, чтобы они начали делиться вашим приложением. Вы должны найти какой-то интересный способ, благодаря которому люди будут делиться вашим приложением. Но простая кнопка с кнопкой «Поделиться» не сработает. Есть очень интересный пример приложения, который называется Close Five. И они создают автоматические ссылки, которые включают в себя и контент, и данные, и фотографию, и описание. И вся эта информация помещается в глубинную ссылку. То есть вам не нужно никуда переходить. Вы можете сразу перейти к тому разделу, который вас, собственно, и интересует. Еще один пример – приложение The League. Это более такой нишевый продукт, который позволяет вам назначать свидание тем или иным людям. И для того, чтобы вы попали на свидание, вам сначала нужно отстоять в очереди. Но если вы пригласите какого-то SEO-друга, предложите ему скачать это приложение, тогда вы сразу начнете продвигаться по очереди. То есть вы можете избежать длительного ожидания, просто пригласив своих друзей и подруг в это приложение. Еще одна интересная функция – это VIP – золотой список пригласительный. То есть, по сути, вы можете пригласить одного человека, одного пользователя и таким образом вообще избежать ожидания. Эта функция позволяет приглашать ваших лучших друзей и таким образом увеличивать популярность этого приложения и повышать, значительно повышать количество загрузок этого приложения. Я говорил о том, как превратить приложение в инструмент роста, но как же измерить его эффективность. Лучший способ – это использовать фактор K. K – это коэффициент, то есть, по сути, K-фактор – это показатель, который показывает, насколько вирусным является ваше приложение. То есть, сколько каждый существующий пользователь вашего приложения пригласил новых пользователей. И если ваш показатель один или выше, это очень хорошо. Теперь, как же его рассчитывать? Во-первых, сначала необходимо посчитать конверсию между установками и активациями. Вы должны знать, сколько людей, загрузивших и установивших приложения, начали им пользоваться. Затем вы можете высчитать конверсию между активными пользователями и пользователями, которые делятся вашим приложением. И последний этап – это посчитать, сколько людей загружают в ваше приложение благодаря этому контенту, который им отправили их друзья. И после этого вы можете, наконец, посчитать K-фактор. Как я уже говорил, все, что выше одного, очень хорошо. Это значит, что ваше приложение распространяется как вирус. Итак, подводя итоги. Во-первых, вы должны оценить свой источник загрузки. Об этом активно говорилось в предыдущей презентации. Очень важно учитывать аспекты атрибуции. И вы должны правильно оценивать свое приложение. Затем необходимо оптимизировать приветствие в вашем приложении, исходя из вашей аудитории. Затем необходимо выстроить функцию поделиться в соответствии с вашим продуктом, сделать ее интересной и полезной. И затем регулярно-регулярно вводить какие-то новые вещи, тестировать что-то, выполнять отладку, искать новые идеи, развивать существующие вещи, оптимизировать что-то, устранять недостатки и так далее. И на этом все. Спасибо большое за ваше внимание. И если у вас есть какие-либо вопросы, я готов на них ответить. Вопросов нет. То есть вы прекрасно поняли, о чем я рассказывал, что такое глубинные ссылки, как работает компания Brunch. Здорово. В любом случае, спасибо большое. Было приятно перед вами выступить. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...